Мы, жители номер 10 по улице Маховой, поселка Новозавидовский, вынуждены обратиться к вам за помощью. Так как мы до этого уже обращались к губернатору Игоря Руденев и главе округа Пляскину Алексею Михайловичу, никакого результата это не дало. Проблема не решена. Нас фактически продолжает убивать холодом. Это какая-то пытка и уничтожение населения в 100 километрах от Москвы. Мы просто замерзаем от холода. У нас здесь вроде нет боевых действий, но живем мы как в блокадном Ленинграде. Поэтому мы решили обратиться к вам за помощью как к последнюю инстанцию. Еще в сентябре месяце мы начали бить тревогу, так как наш дом отключили от старой котельни и подключили к другой, которая отапливала весь район. Еще тогда мы говорили, что ее можете, с ней хватит для того, чтобы отапливать наш дом. Прошло почти 4 месяца. Мы написали письма во все возможные инстанции. Они у меня здесь все собраны. И по итогу сейчас мы просто замерзаем. В наших комнатах температура плюс 4, плюс 10 градусов. В то время, когда на улице минус 30. Мы, чтобы не умереть, отапливаемся всем, чем только можно. Когда в каждой квартире стоит по несколько обогревателей и тепловых пушек, мы не спим ночами, чтобы, не дай бог, не случилось короткое замыкание. И мы все не сгорели. Владимир Владимирович, скажите, справедливо то, что сейчас все чиновники ответственны за это, сидят в своих теплых и уютных домах, а мы, наши дети, старики, боимся завернуть нас. Скажите, зачем нам нужны такие государственные органы, как МОПы, местные администрации, администрации районов и областей, ГЖИ, если все они бездействуют? Все эти инстанции в курсе нашей проблемы, но результата никакого нет. Почему чиновники ставят в приоритет развития туристического кластера Завидова, а нас простых жителей всем на плевать? Глава поселения Синягин, глава района Пляскин, губернатор области Рудене, все эти чиновники получают зарплату из наших налогов, которые мы честно платим. Так почему же они не делают ничего, чтобы нам помочь? При температуре в квартире плюс 4 градуса нам приходят счета за отоплением по 6, 10, 12, 37 тысяч некоторым. Мы не просим много, мы просто хотим жить в нормальных человеческих условиях. Владимир Владимирович, услышьте нас, и помогите нам! Одеялки три штуки, вот это четвертая, халаты сплю вот в этом, в одежде, вот так выживаем. И 4 градуса было, и 7. Утром встаю, вот это, хорошо, что еще с капюшонами, у меня уши замерзают даже. В нем невозможно находиться, хожу на кухню греться, вот так живем. Еще и сегодня хорошо, 9 градусов, ничего в общем-то не знаю, а то встаю 4 градуса, 4. Да у нас здесь много людей с Луганска, с Донецка, с Запорожской области. Да лучше в подвалах жили, там и то лучше. А здесь, я не знаю, только что они бомбят. Я работаю с 8 утра и до 5. У меня обогреватель выключен. Но я когда прихожу домой, у меня холодина такая, что я даже носки не могу снять. Просто навсего. Раздеться нормально, и носки не могу снять. До тех пор, что пока я не нагрею комнату.